Где и чему будет учиться Цукерберг? За сколько продадут первый компьютер компании Apple? И как отсудить? 100 тысяч долларов у известной кофейни. Об этом и не только в нашем международном обзоре. Учиться никогда не поздно, даже если ты создатель самой популярной соцсети в мире. Марк Цукерберг собирается вернуться в университет и все же закончить образование. Об этом он написал на своей страничке в Facebook, а под постом опубликовал видео из семейного архива. На нем 18-летний Марк с волнением открывает письмо из Гарварда и узнает, он поступил. Но уже через два года Цукерберг бросил престижный факультет психологии и полностью посвятил себя IT. 100 тысяч долларов отсудила американка у кофейни Starbucks из-за того, что обожглась кофе. Жительница Флориды Джоан Магавера разлила на себя напиток и получила ожоги первой степени. Виной этому неустойчивые крышечки на стаканчиках Starbucks, уверяет женщина. Юристы подтвердили, более 80 человек ежемесячно жалуются, крышки плохо держатся и протекают. Судьи встали на сторону Джоан и обязали кофейню выплатить 15 тысяч на лечение и еще 85 тысяч долларов за боль и страдания. В Германии с молотка пойдет первый компьютер компании Apple. Стив Возняк и Стив Джоб создали модель Apple One в 1976. Тогда она стоила 666 долларов 66 центов, а на аукционе за нее планируют получить как минимум 180 тысяч. Экземпляр, выставленный на продажу, принадлежит американскому инженеру Джону Драйдену. Аукционный Apple One – один из 50 компьютеров этой модели, оставшихся на планете и один из шести первых яблочных ЭВМ, который все еще работает. В Перу из канализации люди вытащили пятиметровую анаконду. Животные, застрявшие в пластиковой трубе, обнаружили в одном из рыбоводческих хозяйств. Спасатели попытались выудить змею сами, но она оказалась слишком крупной и сточная труба отвалилась. Рептилию вытащили на берег и тогда сняли пластик. Анаконда не пострадала. После спасательной операции ее выпустили в ближайший водоем. Впервые за 10 лет в тайском национальном парке Као-Сам-Рой-Йо распустились розовые лотосы. В местной культуре эти растения считаются священными. Все эти годы местность страдала от засухи. Экологи были уверены, что самая крупная популяция цветов розового лотоса погибнет. Но в этом году из-за проливных дождей озеро буквально возродилось, а с ним и священное растение.